Перед нами Кьеза дель Джизу, первая церковь иезуитов. И здесь же находится могила основателя Ордена Иезуитов Святого Игнатия. Фасад этого здания стал образцом, которому следовали многие другие иезуитские церкви в Риме и за рубежом. Иезуиты стремились защищать и пропагандировать католицизм. Одна из их задач была истреблять ересь протестантов. Старые монашеские ордена бенедиктинцев и францисканцев пришли в упадок и уже не могли дать отпор ереси. Католическая церковь нуждалась в новом ордене. В 1539 году папа Павел III признал и утвердил орден иезуитов. Начиная рассматривать церковь снаружи и внутри, мы видим много необычного. Церковь украшают не мученики и святые, которых мы привыкли видеть в церквях, а мы видим настоящие драматические сцены, показывающие, как религия борется с ересью. Великолепное убранство церкви ослепляет и поражает своей красотой, как с точки зрения материалов, которые были использованы здесь, так и с точки зрения мастерства скульпторов и художников. Чтобы удобнее было рассматривать фреску на потолке, в центре церкви стоит зеркало. Переходы от скульптуры к живописи – это были новые идеи Гаули, 22-летнего художника по прозвищу Бачиччо. Он приехал в Рим из Генуи примерно в 1660 году. Его заметил торговец с картинами, который познакомил его с Бернини. Так он попал в мастерскую Бернини. Это очень сильно повлияло на его творческие идеи. По проекту Андрея Поццо Гаули воплотил свои идеи. Он соединил фреску и лепнину. Этот прием придал своду вычурную и монументальную форму. Получился переход от барокко почти в рококо. Так как Гаули был вдохновлен Бернини, критики стали называть его Бернини в красках. Плафон обрамлен множеством фигур. С облаков спускаются прямо в центральный нефт церкви праведники и грешники. Художник сумел создать впечатление, что грань между реальным и нереальным пространством исчезла. Это и вызывает эмоции, которые потрясают зрителей. Гаули начал работать над сводом, когда ему было 22 года, а завершил его только в 40. Получился настоящий театрализованный эффект. Тема фрески имени Иисуса. Иисус – спаситель людей. Чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей. Монограмма написана сияющими буквами в центре плафона. Это первые тригреческие буквы имени Иисуса. Встав под монограмму, иллюзия перспективы становится оптической. Именно под ней, под монограммой, лучше всего рассматривать фреску. Алтарь Святого Игнатия находится с левой стороны от главного алтаря. Он поражает обилием золота, лазурита, мрамора, оникса, хрусталя. Останки Святого Игнатия находятся в позолоченной бронзовой урне. Над проектом алтаря работал Андрея Поццо. Он же спроектировал и бронзовые перила, окружающие алтарь Святого Игнатия. Десять скульпторов участвовали в изготовлении скульптур и многочисленных деталей, а процессом плавки руководил Карлос Панья, известный в то время ювелир. Мне кажется, что многие часовни XVII века были результатом коллективной работы, ведь для украшения часовни требовалось много разных ремесел. Церковь великолепная, но ничто не поразит вас больше, чем серебряная статуя Святого Игнатия, усыпанная драгоценностями. Она находится за этой картиной. Каждый день в 17.30 картина опускается, и появляется великолепная статуя основателя церкви. Субтитры создавал Игнатия. 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 Субтитры создавал Игнатию. Субтитры создавал Игнатию. Субтитры создавал Игнатия. Полотно как занавес поднимается и опускается. Колонны с каждой стороны покрыты лазуритом. Капители и пьедесталы сделаны из позолоченного материала, а по бокам символизирующие скульптуры из белого мрамора. Этот алтарь считается одним из лучших алтарей в Риме. Я всем, кто бывает у меня на экскурсиях, советую сходить в эту церковь самостоятельно. Церковь поражает своей красотой. Хочется все рассматривать в деталях. Купол был сделан по проекту Джакумо де ла Порто и украшен фресками Гаули, известного как Бачиччо. Стены до карниза были покрыты драгоценным мрамором в первой половине XIX века. Это было сделано благодаря щедрости принца Александра Торлония. Сегодня в церкви был паломник, который, видимо, проделал длинный путь, прежде чем пришел в Рим. Я его встретила сегодня в нескольких церквях. Трудно передать видео всю красоту. Надо обязательно побывать в этой церкви. Слово Божье есть свет. Так вот на фреске мы видим, как ангелы, святые и простые люди устремлены к свету, а злые духи, клубящиеся массами, падают вниз, убегая в отчаянии от небесного света и Божьего слова. Гаули работал над фресками, а над золотыми и белыми липными украшениями работал Антонио Раджи и Леонардо Ретти. Все трое до этого работали с Бернини. Ой, как чувствуется влияние мастера! Дорогие друзья, я очень давно не загружала на канал новое видео про Рим. Сначала был отпуск, потом практически без выходных работала. Мои видео на канале побудили многих из вас, моих зрителей, приехать в Рим. Мне было очень приятно вживую показывать вам вечный город. Наши экскурсии были длинные. Даже иногда, несмотря на проблемы со здоровьем у некоторых из туристов, мы проходили по Риму по пять часов. За это время я успевала показать очень много. Подробно и скрупулезно все рассказывала. И старалась не пропустить ничего. Я показывала не только главные достопримечательности, но и обращала внимание на незаметные, но важные детали, которые самостоятельный турист обычно не замечает. Сначала я дала себе слово, что после экскурсии я буду останавливаться и снимать небольшие видео для тех, кто не может сейчас путешествовать. Для вас, мои любимые зрители. Но потом меня стали покидать силы. И после экскурсии я уже бежала домой. Поэтому у меня и получился такой длинный перерыв на канале. От снятого материала очень много. Еще про отпуск я вам не рассказала. А потом были путешествия одного дня. Да и на днях собираюсь в новое замечательное место. Я продолжаю снимать и все вам обязательно покажу. Буду лучиком света для вас в этом непростом мире. Были периоды, да и сейчас перед экскурсией почитаю новости, наплачусь. Обидно и страшно, что на планете творится. И бегу влюблять гостей города в Рим. Так хоть чуть-чуть отвлекусь от реальных событий. А потом после работы вновь переживания и боль за то, что происходит. Грань мира невероятно тонка. В такие моменты начинаешь по-настоящему ценить жизнь. Радоваться каждому прожитому дню. Так хочется вернуть назад те дни, когда все улыбались. Планировали свою жизнь и просто жили. Если у меня есть возможность отвлечь вас от тяжелых мыслей. Мы будем продолжать с вами гулять по Риму. Пусть даже со многими из вас виртуально. Мы с вами те люди, которые стремимся к свету. О чем я рассказывала в начале видео. Досмотрите видео до конца. У вас есть возможность окунуться в атмосферу вечного города. Ну а я сейчас буду прощаться с вами. И до новых видео, друзья. Пишите комментарии, я их все читаю. Делитесь видео с друзьями. У кого есть возможность, приезжайте в Рим. Желаю вам мира и добра. Я не знаю, мы не into one. Пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...